Мозоль – это местное утолщение кожи от частого или непривычного трения. И размер ее зависит от того, насколько деформирован сустав и какое давление оказывается в этой области. Меня зовут Татьяна Пак, я владею частной патологической практикой в городе Красногорск, Московская область. И здесь, на своем подоканале, я демонстрирую реальные случаи и свои практики, как я могу решить вашу проблему быстро и не больно. Ну, здорова, да, она, Татьяна? Она здоровая у вас, она в диаметре 2 см. Вот вы говорите, что вам не больно, да? Да. Ходить. Я хожу спокойно. У тебя такие мозоли уже начинают беспокоиться. Вот я из-за, от обуви зависит. Например, если я хожу в пляжных шлепках целый день, у которых плоское подошло, я чувствую, что в конце дня неприятные ощущения. Но это бывает редко, что я целый день не хожу. А так, в основном, никаких у меня неудобств связанных с ними нет. За исключением того, что я вижу, что они, ну вот, это сейчас они начали уменьшаться. А до этого они были большие, лет 15-20. Я просто ходил и ходил. У меня переживания относительно них какие были, что к старости эта омертвевшая кожа дойдет до кости и будет больно. Вот я о чем думаю. То, что будет больно, это да, а то, что дойдет до кости, нет. Это просто боль будет отдавать так, что вы будете думать, что доходит до кости. Все нормально? Вот сейчас чуть-чуть почувствую. У вас все хорошо. Она у вас плюшкообразная. То есть, как видео, там не будет этой сердцевины, да? У вас есть под мозолю фиброзная ткань. Она такая белая волокнистая соединительная ткань. Вот она тоже дает болезненные ощущения. И чтобы не больно было ее срезать, я доработаю скальпель. А то, что вам, когда супруга срезает, вам больно? Ну вот когда она вот так, она не давит ножницами, пытается ее максимум захватить и сжимает. Да, болезненные ощущения присутствуют. Угу. О, какая. Хотите, дам потрогать? Это только шляпка верхушка. О, вот это она журналисты, конечно, да? Ну, сейчас тут еще дорабатывать нужно. Только не дергайтесь, ладно? Жирные. Сколько слоев кожи омертвел? Хотя есть тут в пару местах углубления. Сейчас я их тоже уберу. Три очага, что ли? Почему три очага? Вот я убрала шляпку, и я вижу, что тут есть в одном, ну вот она как такая вот, удлиненная. Что только с нами, с людьми не происходит, и мозоли нарастают, и бородавки какие-то. Ну, у кого нога, стопа правильно сложены, у них же мозолей нет. Если у вас есть мозоли, значит, что-то не так. Ну да. Значит, надо найти специалиста. Ортопед. И мнение нескольких специалистов-ортопедов, чтобы понимать. Да, вопрос еще, где найти, так скажем, специалистов. Ну, методом проб и ошибок у нас всегда так. Просто вы за эти ошибки будете платить всем и пробовать. Так-то у нас в Ербухе и есть подолок, но видео-то я не видел их. Я мог и туда заехать, но, понасмотревшись в ваших, самая лучшая реклама, это видео, конечно. Именно YouTube? Да. Да, у меня тоже там канал, у меня компания строительством занимается, я тоже там вещаю иногда. Строительство чего? Домов? Нет, мы строим заводы, производство, складские комплексы. А, у вас все так по масштабу? Да. Патология-то ерунда. Ну как? Кому ерунда, кому неизвестно. Я говорю вам, 20 лет я хожу с этими мозолями. И где-то внутри я понимал, что какой-то врач должен, но пока вот жена с мамой не начал денастойчиво говорить мне, что тебе пора сходить подолгу, я даже и думал об этом. Кортопеду они тоже мне говорили, но я вот пошел к остеопаду, которая мне достаточно давно и серьезно помогает по... Позвоночнику. Да. И она потихонечку, я хожу там раз в два месяца, она мне потихонечку подправляет ноги, и я чувствую, что они... Я наступаю по-другому уже. Она там мне показала несколько упражнений, как надо, чтобы они растягивались правильно. То есть, меры я начал принимать. К этому ортопеду, конечно, надо обязательно сходить. Но вы меня напугали в хирургическом вмешательстве. Нет, я не сказала, что это обязательно. Я сказала, что можно выправить, но там риски большие. Вы сами выбираете. Да, это же, наверное, не ходить сколько-то, да? Это серьезное вмешательство. Поэтому посоветуйтесь и взвесьте. Либо выходите по мере нарастания к патологу как альтернативной помощи по улучшению вашего состояния. А вот сейчас мы срежем. Нет какой-то препаратов, которые наносятся для восстановления кожи здоровой, чтобы вместо мозоли не кожа, а не мертвая кожа, а там нарастала, наоборот, живая. Подождите, вот это ороговевшая кожа, то, что вы мертвая называете, она от чего нарастает? От того, что давится в этом месте. Тут просто цикл рогови не идет значительно быстрее, чем в других местах. Все. Это то, что я сказала, есть у вас пару углублений. Ну, такие они тоже плоские, да? Ну, они немножко углубленные. Там у кого-то же вырезали, у нас такая бородавка внутри, как корень. Что вы сказали, кричать буду, если будет больно? Все терпимо? Да. Спасибо. Спасибо. А вы еще и маникюром, да? Педикюр? Педикюр только, если есть проблемы. Ну, у меня она вроде с ногтями накладывается. Нет, у вас все хорошо. Все хорошо у вас. Продолжение следует... Потрогайте. О, как будто ее не было. А вы можете посмотреть, вот так много вывернуть, и посмотреть, как там смотрится? Угу. Видите, вот это вот, то, что я круг убрала, это одно, а вот это в конце, то, что вот я говорила, там есть углубление до розового кожи, я сняла. А вот это белое, что такое это дело? Это белое, это соединительная ткань, та, которая чувствительна. Вот это максимально то, что я сняла, она очень болезненная. Уже тогда, пиляпчик уже пошел, все, значит, это максимально сняла. Вот так сейчас трогаете, как по ощущению? Намного легче ощущаете? Да, я ощущаю лучше, конечно, но у меня просто так никогда не было. Я уже забыл крива. А, ну тогда походите, посмотрим, сколько вас хватит. Потому что вас же так не обрабатывали еще. Нет, это первый мой приход по другу. Да, несколько месяцев, даже после вас не срезать, вы ходите, и нормально. Да. Посмотрим, сколько здесь вы будете ходить. Мелко. Да, и нет боли теперь. Угу.